Англиканская церковь умирает. В Британии с каждым годом уменьшается количество тех, кто считает нужным ходить в храмы или вообще верить в Бога. Ранее Англиканская церковь, дабы еще немного продлить свои дни в условиях постоянно снижающегося интереса к деятельности местечковой религиозной организации и религии в целом, разрешила священникам не проводить некогда обязательные воскресные службы из-за того, что количество прихожан с каждым годом тает буквально на глазах. Да и служителей культа больше не становится, так что каждому из них приходится курировать до двух десятков сельских приходов. Помимо этого и опять-таки для увеличения паствы Синод призвал всеми возможными способами поощрять присутствие в церкви представителей ЛГБТ. А заманивают в культовые сооружения Туманного Альбиона уже не с заезженными до дыр обещаниями вечной жизни в условиях христианского рая, в которые уже давно мало кто верит, а показами мод, которые устраивают в помещениях церквей, и созданием там же полей для мини-гольфа, горок аттракционов и тому подобное. Согласно статистике, которую недавно озвучил священник Нил Эллиот на заседании Генерального Синода Англиканской Церкви Канады, численность паствы сокращается такими темпами, что уже к 2040 году религиозная организация рискует исчезнуть просто из-за отсутствия прихожан. Для сравнения, в 1961 году церковь посещала 7% населения Канады, чуть менее полутора миллиона человек, а в 2017-м только 1%, без малого 360 тысяч. В общем и целом с 1961 по 2001 годы количество паствы сократилось на 50%. Само собой, ощутимо для церковного кошелька уменьшились и суммы пожертвований. Ряды членов Англиканской Церкви на конец 2019 года, надо полагать, поредели еще больше, что определенно вызывает серьезные опасения со стороны руководства религиозной организации, поскольку на кону стоит не только их благосостояние, но и вообще будущее церкви как таковой. Хотя Англиканская Церковь будет не первой и, вероятно, не последней конфессией, ушедшей в небытие за ненадобностью. Помните сентябрьскую новость о том, как Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало проект нового государственного образовательного стандарта, в котором предполагалось, что курс Основы религиозных культур и светской этики в школах останется, однако состоять будет всего из двух модулей – основы светской этики и мировых религиозных культур. Никакого православия, ислама, буддизма и иудаизма. Тем самым для религии в учебном плане оставили всего ничего – один час в неделю и только в четвертом классе. Неужели вы думали, что жизнь начинает налаживаться? Что власти наконец-то поняли, что связываться с представителями религиозных организаций – это сомнительное мероприятие, которое едва ли будет способствовать нравственному или какому-либо другому воспитанию подрастающего поколения. Зря распереживались. Религии для маленьких быть. После того, как новым образовательным стандартом возмутились в РПЦ, Министерство просвещения отказалось убирать уроки религии из учебного плана, вернув таким образом все шесть модулей в курс Основы религиозных культур и светской этики. В РПЦ решение богобоязненных чиновников сердечно поддержали, а вот и запрошенных СМИ представителей иудаизма и ислама оба высказались за то, чтобы в школах существовал только один курс, можно сказать, нейтральный – Основы мировых религиозных культур. Логика в этом есть. С одной стороны, вроде бы как предлагают выбор – аж целых шесть модулей. Хотя в большинстве случаев, в том числе и из-за нехватки преподавательских кадров, выходит так, что родители и школьников убеждают согласиться именно на православный модуль. Дескать, страна православная же, вы что, не хотите быть как все? Представители других религиозных структур это прекрасно понимают, но, видимо, их авторитет перед властью не идет ни в какое сравнение с авторитетом представителей РПЦ. Некоторые говорят, что в рай никого насильно не загонишь, но православная церковь упорно продолжает это делать, поскольку явно не заинтересована в отказе от очень удачной лазейки, позволяющей ей проникать в светское образование. Благодаря этой лазейке мощный государственный ресурс можно использовать для пропаганды собственной религиозной идеи, на основе которой уже давно налажен и прекрасно работает неплохой бизнес. Торговля свечками, духовной литературой, ювелирными украшениями, производство элитного вина, сдача в аренду помещений, платные магические ритуалы, бесплатное дарение в обмен на фиксированные добровольные пожертвования – это лишь часть церковного бизнеса, вершина того айсберга, о существовании которого у нас имеются лишь отрывочные сведения. Статус РПЦ, имеющий существенные налоговые льготы и возможность не отчитываться ни перед кем о своих доходах, позволяет людям в рясах в принципе вести какой угодно бизнес, так, как им заблагорассудится, и не объяснять никому и ничего. Собственно, именно так и сказал в прошлом году заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щепков, цитата, «секулярная идеология пытается заставить церковь отчитываться перед ней и оправдываться. Поэтому, по его словам, религиозная организация будет отчитываться только перед Богом, но не перед его рабами». Вокруг финансового состояния нынешнего главы РПЦ патриарха Кирилла давно ходят легенды. Все прекрасно знают про историю с табаком и алкоголем в девяностых. И вот теперь обиженные на Владимира Михайловича сотрудники православной церкви, те, которым, судя по всему, уже нечего терять, раскрывают примерные размеры богатства его святейшества. Речь идет про некогда ярого сподвижника патриарха, журналиста и церковно-общественного деятеля Сергея Чапнина. Не путать с Чаплиным. Патриарх Кирилл – самый богатый православный иерарх в современном мире. Он ни дня не состоял в монашеской общине. Для него монашеский постриг имел одно единственное и вполне утилитарное значение – быть первой ступенькой в большой церковной карьере, написал на своей странице в социальной сети Чапнин. Такой подарок бывший ответственный редактор журнала Московской патриархии сделал своему духовному боссу в день пятидесятилетия его монашества. Да, понятно, что пятидесятилетие – это библейский юбилей, и отметить его надо пафосно и торжественно, продолжает Чапнин. Однако странным представляется повод для столь пышного празднования – юбилей монашеского пострига. Если говорить о церковных традициях, то это день уединенной и смиренной молитвы, день сердечного и горького плача о том, что не смог патриарх выполнить взятые на себя монашеские обеты безбрачия, послушания и нестяжания. И хотя бы сегодня в этом можно было бы честно себе признаться. Конец цитаты. В общем-то, из речей Чапнина ясно, что, вопреки устоявшемуся мнению, главное богатство патриарха, которому 20 ноября исполнилось 73 года, это отнюдь не его года. Но мы не будем вести подсчет финансов Владимира Михайловича. Есть рай или его нет, в любом случае свое земное богатство главный хранитель духовности с собой не заберет. А вот верующим впору задуматься над тем, действительно ли люди, которые распространяют слово Божье и которые должны своим поведением, если не подтверждать содержание своих проповедей, то хотя бы не противоречить им, достойны того уважения, какое они сегодня имеют в глазах большинства обывателей. Тем временем протеерей Дмитрий Смирнов поделился своими интимными мечтами о будущем России. Отвечая на вопрос одной из слушательниц легендарного радио Радонеж о том, что нужно сделать для того, чтобы православная вера стала государственной религией, служитель культа сказал следующее. Можно такой вопрос интересный задать. А вот как сделать так, чтобы наша православная вера стала государственной религией? Вот какие процедуры для этого должны происходить? Надо повесить 98% населения страны, потому что воцерковленных только 2%. И 4% это ходит в церковь, но медленно очень воцерковляются. Тогда будет маленькая страна, размером с 3-го центрального кольца. Там будут жить все воцерковленные. Но они, конечно, передерутся, это понятно. Каждый будет прав. Кричать будут не хуже, чем в Барселоне. Вот и все. Вы не ослышались, вам не показалось, и вы находитесь в здравом уме. Представитель православной церкви публично призвал повесить 98% населения России, дабы оставшиеся 2%, относящие себя к воцерковленным, чувствовали себя комфортно, а православие полностью перешло бы на государственное обеспечение. Если это не религиозный фашизм, то мне в таком случае трудно представить, что же на самом деле является религиозным фашизмом. Кто-то, возможно, скажет, мол, это же батюшка так смешно шутит. Настолько смешно, что живот надорвать можно. Ну хорошо, но если уж протоиерею хочется похохмить, то, может быть, ему стоит задуматься о смене профессии и не смущать людей, которые видят в служителей культа духовного авторитета, которому, как они полагают, можно обратиться для решения любого житейского вопроса. Можно, например, в цирку строиться, хотя не думаю, что драгоценное здоровье Дмитрия Николаевича позволит ему регулярно смешить людей на арене. Сразу же отбракуют, как циркового медведя. Может быть, уважаемому юмористу в рясе стоит подумать над тем, чтобы составить конкуренцию Евгению Петросяну на эстраде? Уверен, забавный мужичок с бородой и в длинном черном платье, отмачивающий первоклассные шутки собственного сочинения, будет пользоваться определенным успехом у целевой аудитории Кривого Зеркала. И раз уж правоохранительные органы не видят экстремизма в искрометных юмористических номерах протеереи Смирнова, даже не удосужились хотя бы для вида организовать проверку, то, надо полагать, не будет ничего противозаконного и в шуточном предложении повесить 2% церковленного населения России, чтобы оставшиеся 98% навсегда были бы избавлены от сомнительных предложений по установлению в государстве главенствующей религии. Это же так смешно. А если серьезно, то протеерей Смирнов озвучил то, о чем неоднократно говорилось в выпусках дайджеста. Воцерковленных россиян, то есть регулярно посещающих церковь, не более 1-2%. Остальные это те, кто подражает верующему меньшинству, появляясь в храмах только во время крупных религиозных праздников и практически не принимающих участия в церковных таинствах. Это обычные суеверные люди, которые сегодня зайдут в храм, поставят свечку и перекрестятся. Завтра почитают гороскоп, а послезавтра пойдут к экстрасенсу, по дороге постоянно сплевывая через левое плечо каждый раз, когда из-за угла будет появляться черная кошка. Рай на земле в представлении некоторых адептов учения РПЦ – это, видимо, то, что в марте этого года воплотили в жизнь в одном из красноярских храмов, решив во время воскресных занятий обучить подрастающее поколение носителей Слова Божьего навыкам владения пистолетом Макарова. По версии красноярского МВД, цитата, «в рамках военно-патриотического воспитания присутствующим малолетним и их родителям была показана презентация пистолета Макарова на наглядном пособии – пластиковый пистолет, с запасными частями от пневматического пистолета, магазин, возвратная пружина и затвор». По мнению правоохранителей, все это было сделано для того, чтобы воспитать достойных граждан Отечества. Интересно, уж не тех ли самых граждан, готовых в случае необходимости воплотить в жизнь фантазии протеерея Смирнова и его последователей? А вот лечить в прекрасной России будущего, построенный по смешным заветам Дмитрия Николаевича, будут примерно так же, как сейчас лечит своих пациентов севастопольский отоларинголог Юрий Белоненко. В рецепте одной из своих пациенток он указал, что если медикаментозное лечение не принесет пользы, то женщине рекомендуется поездка к мощам святителя Луки. Когда журналисты обратились к набожному доктору, тот пояснил, что не часто дает подобные советы, а лишь в исключительных случаях, когда он не в силах однозначно решить проблему человека. Вместе с тем отоларинголог выразил недоумение недовольством пациентки, поинтересовавшись, не исповедует ли она ислам. А даже если исповедует, заключил врач, то визит к православным мощам ей все равно поможет. Уверен, что протеерей Смирнов, который летом этого года отлеживался в кардиореанимации, был бы не очень рад, если бы его лечащий доктор вместо лечения направил бы божьего человека в пеший тур к останкам какого-нибудь святого местного значения. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа, жгинь отсюда! Пусть Господь хранит вас!